Как хорошо идти пешком, без рюкзака и с рюкзаком, встречать знакомых в переулках незнакомых. Как хорошо зайти в кабак и гладить ласковых собак. Так вот, чтоб это было так, сидите дома. Там можно в комнате бродить, порядок в кухне наводить и гору шуток наплодить в своем фейсбуке. Работать можно до восьми, сбежав от воющей семьи. Сидите дома, черт возьми, и мойте руки. Через неделю каранти вы все сумеете найти и починить, и поломать потом, как было. Испечь пирог, сожрать пирог, освоить зум, инсту, тикток, и мыть, и мыть под хэппи-безды руки с мылом. Когда из дома ты бежал, то было все не до пижам, а нынче. Можно завести в своей квартире пижаму есть, пижаму спать. Для телеконференций пять, для мамы в скайпе на меху и без картинок. И вот когда в конце концов, надеюсь, через месяцок, кино закончится и пустят карантитры, мы выйдем, щурясь на свету, оставим зум, тикток, инсту, пойдем вперед, слегка забыв. А как идти-то, и побредем, и побежим, сожжем пижамы и лежим. Нет, пусть пижамы остаются, в них удобно, и будем жить в руке рука, и есть шаверму из ларька, и все такое. А пока сидите дома. Сидите дома, веселитесь, черная смерть убегает от музыки и веселья. Скажите, можно ли бороться с черной смертью? Можно. Да? И для этого прежде всего необходимо освободить людей от страха перед этой болезнью. Самое главное не бояться. Верно. Черная смерть передается от человека к человеку. Она прилипает ко всему. К рукам, к волосам. Даже ветер разносит черную смерть, поэтому людям нельзя собираться вместе. Нужно закрыть на время базары и мечети. Много замечательных, славных, хороших эпитетов по поводу стихов, которые я читал в прошлых программах. Должен сказать, что, ребят, я в описании к роликам указал автора стихов. Автор стихов мой друг Григорий Александрович Певзнер. Мы с ним, он детский врач, мы с ним много-много лет работали в Харьковской инфекционной больнице. Поэтому человек понимает, что такое коронавирус. Вот наша с ним фотография. Это прошлое лето. Тем не менее, стихи Григория Александровича, они такие серьезные, философические. Поэтому, но сегодня хочется что-то более оптимистичное. Поэтому сегодня чудесная, очень любимая мною Аля Хайтлина. Ссылочка на ее фейсбук-аккаунт ниже. А я прощаюсь стихами.